Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи! У нас внеочередной эфир с мамой. Вот вы, как говорится, по ней соскучились, спрашивали, когда будет эфир с мамой. Вот, вот мама. Здравствуйте, товарищи. И у нас... Мы хотели выйти в 8, потому что сказали, не, не будем, не можем ждать. Вот сейчас уже надо выделать это, и всё, правильно? Пока прёт, пока есть кураж. А кураж есть. Потому что я вернулась из санатория, и первым делом поехала куда? Снова в санаторий, но в мамин. Мама в другом санатории, под Москвой. И это первый раз в жизни. И я первый раз в жизни съездила. И в связи с этим я подумала, давайте-ка мы вот с вами о чём поговорим. Ну, во-первых, как всегда, у нас перекличка в комментариях. Пишите, где вы. Это всегда очень интересно. Мама это всегда дико развлекает и радует, когда она видит. Но она не видит, мелко там для неё я и озвучиваю. Из каких нас городов и стран смотрят, кто с нами на связи. А вас уже 150 человек, так мгновенно, видишь, подключилось. Так что вот уже Греция, Москва пошла, Карловы Вары, понимаешь? Карловы Вары. Ты была в Карловых Варах, это тоже был санаторий. Да, два раза. Ну, это, да, это отец там был, я всё время с ним. Отец, это в смысле мой отец, мой муж, да. Он уже плохо себя чувствовал, я его там, это, с места на место, на все процедуры вводил, переводил. Поэтому не считается. Но, значит, вот Минск, Армения, Петербург, Казахстан, Берлин. Понимаешь, да, понимаешь? Мы на весь мир с тобой. Белгород, Карелия, Пятигорск. Все с нами вообще. И Белград тоже здесь, и Берлин. Ну, в общем, красота. Значит, товарищи, вот о чём мне захотелось поговорить с мамой, ну и с вами, соответственно. Очень интересная штука на вот этой неделе, которая сейчас подходит к концу, как в этом стишке-пирожке. Как война закончилась победой, женитьбой кончился роман, викендом кончилась неделя. Это как сейчас. А деньги кончились, и всё. Да, так что викендом у нас кончается эта неделя, и мы с вами на этой неделе говорили, «Чем отличается любовь к себе от эгоизма?» Вот. А я хочу немножко по-другому сейчас развернуть эту тему, потому что вот у нас есть представитель старшего поколения, с которым мы можем поговорить на ту тему. А вот смотри, как интересно, да? Санаторий, забота о себе, какие-то там вот процедуры, забота о здоровье, здоровье. Мне кажется так, что, ну, меня так воспитывали вот в моём поколении, что как бы не было особой ценности здоровья. Говорили, ну, за здоровье, это так вот чокались, и всё. А так, чтобы вот забота о здоровье, там, какие-нибудь поделать процедуры, чтобы ничего не болело, не тогда, когда уже всё отвалилось. Нет, ну что, ну, в наше время мы же были не такие, как сейчас. А какие вы были? Ну, молодые мы были. А, это да. И работы было много. И, в общем-то, жизнь такая была, совершенно никакого. Ну, кто о здоровье там в 30-40 лет думает? Вот, вот, вот. Вот ещё раз повтори эту фразу, потому что современные 30-40-летние уже там разговаривают про всякие препаратики, БАДы, про диеты. Ну, БАДы, диеты, это уже ничего не было. Ты говоришь, у вас идея, что в 30-40 лет никто не думал про это? Ну, конечно, а что, ну, какой-то, да все здоровы были. Все были здоровы. Все были здоровы, работали много. Отпуск был один, там, в год его планировали, денег было мало. Ну, мы зарабатывали всё время, но в Советском Союзе там официально там много никто не зарабатывал, там были ограничения какие-то. А люди, которые... Но были зато санатории куда-то отправляют производство бесплатно? Ну, были, и сейчас есть, сейчас пенсионеров, правда, отправляют. Были, но на предприятии, во-первых, эти санатории, они довольно-таки были убогие. И зачем нам санаторий, зачем вам в 30 лет санаторий? Мы поехали кто куда хотел. Мы ездили дикарями в тот же Крым. Зачем нам эти все процедуры? Это что, глупость какая. А мы ехали с ребёнком. Вот Таня там была 6 лет, я её брала с собой 5 лет. Мы ехали, дикарём это называлось. Снимали... Значит, снимали, что попало. Интернета не было заранее, никто не... Нет, я рассказываю молодому поколению. Что ничего не бронировали заранее. Нет, ничего не бронировали, бронировать было нечего. Там тоже были какие-то санатории, какие-то были дома отдыха, гостиницы. Это всё было, но нам это всё было недоступно. Я не знаю, кто там бронировал кому, какие организации. Это всё были организации богатые, которые... Некоторые строили свои прямо дома отдыха и в Крыму, и на Кавказе, и везде. Так организация богатая строила. Тот же какой-нибудь «Газпром», но тогда его по-другому назывался. Ну, или все эти кремлёвские, те самые. Ну, вы были обычные инженеры. Это они строили, и всё равно за каждую эту путёвку туда, это была борьба внутри коллектива. Значит, там это целая была... Ну, расскажи, мы же не представляем себе. Ну, а почему не представляем? Потому что у нас нет такого понятия. А, у вас нету. Конечно, что такое? Вот смотри, так вот есть путёвки вроде как, да? Нет, значит, ну, министерства, конечно, все министерства, они имели свои эти, базы свои эти. Большие предприятия, они тоже всё своё имели. Тот же ЗИЛ, у него всё было, вот этот завод Лихачёва, которого уже нет. Но он огромный был, богатейший, и у них мало того, чтобы свои целые районы были, они дома строили, у них была своя больница, и свои пионерские лагеря на юге у них были. Типа вот Артек, это был всесоюзный, так сказать. Ну, большие предприятия богатые они строили и свои, тоже. И под Москвой было, вот Таня ещё ездила под Москву. Но туда нельзя было попасть просто? Просто так нельзя было попасть. Значит, ты подавал заявку местком. Местком это было такое. Что такое местком? Местком это профсоюзы. Тогда профсоюзы было, между прочим, профсоюзы очень богатые. У них была организация, у них был этот самый, на Ленинском проспекте у них был представительство вот это профсоюзное, главное там было. Они были очень богатые. И они, конечно, все вот эти председатели этого самого профсоюза, в каждой организации было, в каждой организации была профсоюзная организация, и всегда был там, как он назывался, председатель, что я уже забыл сама. Да, это был, да. Этого месткома, месткома это местный комитет. Вот эти месткомы там, значит, были эти. Конечно, эти председатели, они были, ну, они имели это всё в руках. Они могли распределять, они могли дать, могли кому-то, значит, под них подлизывались, там, что-то им дарили, дружили с ними, чтобы вот получить эту путёвку. Это такой человеческий фактор. Да, абсолютно. И вот этот человек, как же секретарь парткома, это был очень такой весомый человек, и второй после него был вот этот вот председатель месткома, да. И он имел большую власть. Во-первых, он общался непосредственно с директоратом, там, со всеми этими самыми, и имел деньги, они все имели деньги. И профсоюз, это было самое главное в организации денежное место. Где там было? Там туда что-то были, вот, и там были льготы. Вот эти льготы, значит, сколько-то путёвок было льготных, их давали или передовикам, производство там. То есть это надо было заслужить. А как заслужить, по-разному. Тут вот пишут, да, мы ездили в Букуриане на лыжах кататься по профсоюзной путёвке в 1984 году, пишут. Да, 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 ездили. По-разному. Поэтому, да, ездили. И вот это, значит, был один источник. Но этих было не так много путёвок на каждую организацию. А у нас организация вообще, где я работала, она была заштатная. Это было там 150 человек вместе с уборщицами по списку было. И работали мы чисто на хозорасчёте. То есть у нас были договора конкретные, там каждый с каким-то своим маленьким договором работал. Нет, что-то было, всё равно было. Вот мы же ездили тогда на этот самый с тобой после 10 класса. Это сейчас, сейчас, я тебя про это спрошу, подожди. Вот, так что было всё время. Мы далеко ушли, вопрос был, что такое отдыхать в дикарябе. Давайте я напомню... А, дикарябе. Сейчас, сейчас, давайте я напомню один случай, смешной. Ну, не очень смешной он был на месте, но он был смешной для меня. Значит, мне было лет, наверное, ну, не знаю, 6, может быть, или 7. И поехали мы, значит, отдыхать на море с мамой и с папой не просто дикарями, а это должно было быть что-то необыкновенное, потому что в этом каком-то, не помню, каком черноморском городе была забронирована гостиница по блату. Смотри, это лицо. Это пододессы. Да, была забронирована, сейчас не имеет значения, была забронирована гостиница. То есть, вот при всём том, вы слышали, что она там говорит, это очень сложно. Забронирована заранее гостиница. Через какие-то связи тоже наверняка. Через них. Отец с ними работал, моряки нам забронировали. Они забронировали, в общем-то, через какие-то суперсвязи, очень всё сложно. И мы приезжаем туда, и оказывается, что... Отец забыл дома паспорт. Что отец забыл дома паспорт. Поскольку мы приехали на поезде, раньше в поездах паспорта не спрашивали. Поэтому мы спокойно-то доехали, и поскольку отец забыл паспорт... Вот я же говорила, что он дождётся. Подъезжая в Кадесе, он мне говорит, а где мой паспорт? Меня спрашивают, а где мой паспорт? А я говорю, а больше ты ничего не ищешь. Лет свой не ищешь. Почему ты меня не спрашиваешь, где он? Вот. Понимаете? Это мои детские воспоминания, что такое вот их дикарём. Вот этот прекрасный диалог. В общем, в советские времена нельзя было в гостиницу заселиться без паспорта. Ну, вообще никак. Ну, никак. И поэтому, значит, и вот. И вот мы, значит, такие все красивые. Мы втроём. Семья, значит, папа, мама и дочка. С чемоданами. Без паспорта. С одним паспортом маминым только. Стоят, значит, в гостинице. Спрашивают, а что потом случилось? А потом, значит, нам... Я уже честно не помню. Нам сказали, что... А там посёлочек такой небольшой. Прямо на берегу там и всё. И в это время в гостинице там женщина стояла, она была экскурсовод. И собирала в этой гостинице своих... Группу на экскурсию. Ждала там на группу. И мы там стоим такие несчастные, такие убитые совершенно. Она нам говорит, я сдаю вообще, говорит, вот тут прямо рядом. Я сдаю комнату. Я сдаю комнату. Но я квартиру там сдаю. У меня там две комнаты. Но в одной комнате уже заехали отдыхающие. А вторая, я не знаю, как они на это посмотрят, как вы на это посмотрите. Давайте, чтобы вам с чемоданами тут не мотаться. Ну, надо просто было ходить, искать по всем дворам. Это что такое отдыхать дикарём? Это не смысл написать в чатик куда-нибудь? Нет, ничего. А в смысле ходить по дворам? А совершенно убитый наш вот этот человек, который нам это всё организовал, забронировал, моряк. Отец с ними работал. И им много чего хорошего там сделал. Они ему вот такое делают. А он стоит как совершенно облитый дам. Да ещё и хрень, как говорится, незабывший свой. Ну, то есть мама, она, как вы понимаете, никогда за словом в карман-то не лазила. А тут всё очень понятно. Ну, короче говоря, он пошёл нас сопровождать. Пошёл, значит, по дворам. Там стал спрашивать, может, у кого-то квартиру найдёт. А всё всё сдано уже. Это август месяц, что говорить. И пришлось нам туда идти, к этой самой женщине. И мы говорим, ну, мы хоть сейчас чемоданы сгрузим, а потом, может, мы найдём. Потому что там уже заехали тоже семья какая-то втроём тоже. Там, не помню, девочка с ним была, мальчик. Я не помню вообще. И, вообще, короче говоря, мы туда уваливаемся. Там жена с ребёнком, они где-то сейчас на пляже. Мужик так оторопил, вроде как они сняли. И тут какие-то чужие люди. Да. Вот он, знаешь. Но быстро, быстро перезнакомились. Мужики очень друг другу обрадовались, потому что у них такая компания образовалась мужская. А с этими бабами, сами понимаете. И поэтому они, во-первых, там в шахматы стали играть. Оказалось, что они оба играют, выпиваются, стали вместе. А мы с этой самой объединились. Это называется дикарями. Да. А мы объединились. Утром ходили на базар. В шесть утра мы шли на базар. Покупали там мясо, там овощи. Всё покупали сами себе. Мы объединились с этой женой здоровья. И у них тоже девочка такая была примерно. И мы готовили сами там на кухне. Готовили. А мы уже жили как бы одна компания такая. Вот так. Мы с ней сговаривали, с чего готовим, что покупаем, куда идём. И сами готовили. Шли на пляж. Иногда мужиков отправляли с детьми на пляж. Сами, значит, там оставались, что-то готовили. Потом они приходили, мы их кормили. Потом спали, потом все ходили. Короче говоря, мы жили, ну, как бы как дома. Ну, вот. Вот такой вот дикарей. И ходили на пляж. А в другие места мы приезжали. В тот же, этот самый, в тот же Гурзу, в Крыму тоже. Или вот это, моя любимая, я забыла, как называется. Коктебель. Коктебель. В Коктебель. Коктебель, это вообще был посёлок, там были мазанки одни. Там ни одного нормального дома, кроме Волошинского, вот этого, не было. Ничего. И мы, значит, вот ходили по этим самым хатам. И вот что у вас есть? Ну, там кто-то в сарае. Они всё сдавали. И двор прямо в Крыму. И всё снимали. В Крыму нету. Всё снимали. Рубль в день стоило, значит, все сараи, все, даже двор просто. Потому что там сухо, там жарко, там хорошо. Там где хочешь, может, там дождей в это время не бывает в Крыму. И, значит, всегда вот найдём, поторгуемся, рубль. Рубль пятьдесят, это уже была хорошая такая. Во дворе умывание, умывалка во дворе, сортир, это самое, как обычная дырка такая. Всё, ничего. И вот мы и жили там, в таких местах, потому что там другого ничего не было. Вот. Это вот эта вся вот история была. Потому что было море, была жара и плавали. Это было самое главное. Я помню, какое у нас было. Вот на тему здоровья и заботы о себе, на самом деле, ты говоришь, что мы об этом не думали в тридцать лет, а так далее. Думали вы об этом. И я тебе скажу, как твой ребёнок, что я знаю из детства. Что я знаю из детства на тему здоровья. И на тему здоровья из детства я знаю три вещи. Во-первых, что бабушка была врач, и врач должен быть всегда и должен быть в семье свой. Ну, это первое. Что я пойду к какому-то врачу, я его не знаю. Он меня не знает. Это первое было. Вторая история, которая была, значит, в нашей семье по поводу здоровья, та, о которой ты сейчас говоришь. У нас был такой принцип, что обязательно раз в году надо ездить на море. И тогда все будут здоровы. И даже если не было отпуска у вас одновременно с отцом, то вы всё равно разъезжались. Я очень хорошо помню, как ты не был, и мы поехали вдвоём с папой, там Жданов по-моему, пойдём туда. Или тоже, ну, в общем, куда-то на море тоже. И это было очень важно. Это тоже говорили, что, типа, вот это тогда никто не болеет. Ну, потому что, конечно, море, солнце. И вот про третий принцип скажу чуть позже. Но вот про второй принцип. Это была очень интересная история. Когда я к тебе пришла, я очень хорошо помню этот момент. И было мне лет восемь, может быть. Я пришла, я спросила тебя, мам, а мы бедные, да? А ты спросила, да. А ты сказала, почему ты так думаешь? Я говорю, ну, у нас нет машины. Ну, я общалась с детьми во дворе. Нет, машины. Нет, машины были, машины у некоторых были. Ну, слушай, у Могащуков была копейка. Я пришла к тебе. Потом еще. Ты хочешь сказать? Я хочу эту историю рассказать. Сейчас ты, да, давай, давай, расскажи. Эту же историю. Расскажи, расскажи. Они, у нас было много народу, детей, которые гуляли во дворе. Во дворе. Этот был новый дом. В дом этот вы построили, и в него в новый дом заехало сразу много народу. И поскольку кругом были пустыри, мамашки детей было маленьких много, мы объединились, и там хорошо. Ну, по всяким. Потому что было в магазин куда-то сходить, оставлять. Сами песочницу сделали, сами сделали площадку. Ну, в общем, вот такой. Поэтому все друг друга знали, во всяком случае, вот наша часть. И дети потом уже построили детский сад и так далее. Но дети все равно все друг друга знали и гуляли во дворе. Но никто никого в гости не звал. А Таня, она очень любила там позвать в гости. У нас была трехкомнатная квартира открытая. Бабушка дома была там всегда. Мы много дружили с разными. Приходите, все, кто хочет. И там игрушек было много, все. Однажды я решила, мама, мы бедные. Нет. А вот пришла Маша из двора. Пришла Маша и сказала, что у вас очень бедная квартира. У вас нет ковров. Тогда ковры были. Ковры были обязательно на стенку все. У вас нет ковров. У вас нет хрусталя. Вот сейчас есть хрустальные люстры вот над нами. Это в санаторий у мамы. А у нас не было хрустальной люстры. У нас была какая-то меска. И люстры, и хрусталя вообще было в этом. Одна была хрустальная меска такая. Не знаю. Не помню уже. Читал, был. В серванте. Значит, у вас нет хрусталя, у вас нету ковров. И цветного телевизора у вас нет. И у вас очень бедная семья. И, дескать, что неинтересно к вам ходить, я к вам больше не приду. И я очень удивилась, потому что мы в семье, я говорю, мне было лет 8, никогда не разговаривали про деньги вообще. Ну, со мной, по крайней мере. Они-то между собой, конечно, разговаривали. Это я, кстати, отдельно тебя спрошу, как вы разговаривали про деньги. Но я об этом ничего не знала особо-то. И я спросила, а мы что, бедные? И я очень хорошо помню, что мама мне ответила. А ты помнишь, что ты мне ответила? Я помню. Ну, скажи. Я сказала, а тебя, Маша, в гости звала когда-нибудь? Скажи, я хочу к тебе в гости посмотреть на твой богатый дом. Ковры у вас и все. Я говорю, я тебе уверяю, что они уходят и запирают на эту комнату, на ключ. Нет, это другая. Нет, я сказала, что богатство и бедность – это относительные вещи. Значит, вот Маша, они покупают. Они тратят деньги. Мы зарабатываем примерно все одинаково. Они тратят деньги на ковры, на это. А мы вот едем на юг. А мы едем на море. Да, мы на море едем. Вот сколько это стоит. Вот столько, столько, столько. Мы собираем вот. Книги у нас были. Книги у нас были. Значит, мы книги покупаем. Еда у нас была какая-то приличная. Еда, говорю, да. Бабушки на заказы там какие-то с гречкой. Нет, ну все равно мы хорошо питались. У нас мы там, знаете, был такой термин «пуза, не зеркало», они говорили, люди, которые покупали. Они покупали кольца золотые, а ели там одну картошку с кислой капустой. И говорили, пуза не зеркало. Но зато вот у нее кольцо, зато у нее вот цепочка золотая на этом. И я говорю, что мы этим не занимаемся. У нас хорошая еда, она стоит дорого. У нас хорошая, мы едем отдыхать, это стоит вот столько. Мы на это собираем. И поэтому, говорю, по-разному можно это оценивать. И в этот момент я поняла одну очень важную вещь. К вопросу о том, какие у нас были установки про здоровье и так далее. Я поняла, что очень важен образ жизни. Что очень важен образ жизни и что это того стоит. И что деньги нужно иметь за этим, чтобы ездить на море. И чтобы возить своих детей на море. Я, кстати, тоже так делала довольно долго. Год 8 месяцев он был. Я в ужасе была. Вов, когда-то поехали. Первый раз мы поехали. Да, ну хорошо, а что, было отличное. Я считала, что... Он ползал по пляжу, по песчаному, было отлично. В общем, я тоже их брала все время на море. Сколько можно было, пока они были маленькие. Даже когда... Вот был год, когда вообще очень был тяжелый год. Когда не просто не было денег, а были они в минус. То есть я должна очень много еще денег. Такой был страшный... Ну, период был такой, да, развод и вот это все. И все... И тем более, и тем более мы поехали на море. У меня там была подруга. Мы поехали в Новороссийск. И мы жили у нее вот в одной комнате. Там все втроем. Мы спали на полу. Кто-то на диване, кто-то на полу. Мы втроем. Я и с двумя детьми, в смысле. И я была очень благодарна за то, что... При том, что у меня было, правда, очень мало денег. Но море, оно, как говорится, давало нам возможность вот этой поддержки. Ну, это действительно. В поддержке. Вот. Я болела ангиной каждую зиму. Потому что это было... Вот ужасно, эти сырости. Это спортом я занималась, плаванием. Обязательно уши мокрые. Обязательно голова не просыхает. У меня коса была. И начинаешь... А все, один раз ангиной зимой переболеть, до весны не выздоровеешь. А если поехать на море и хорошо, летом, и там пожариться на солнце и в соленой воде как следует покупаться, можно было прожить зиму, ничем не болеть. Вот. Да, это было здоровье. Это была вот так и так. Первая установка у нас в семье была про то, что нужно иметь своих врачей, да? Второе, значит, это было на тему того, что обязательно, как сейчас бы сказали, в любой ситуации езжать на море обязательно раз в году. И тут, кстати, вот тоже нам пишут интересные, пишут нам, я в этом году хочу на море, но не из чего было отложить. Уверена, что найду ресурс, мне очень нужно для внутреннего состояния. И вот сейчас времена такие, что для того, чтобы поехать на море, есть огромное количество возможностей. И можно поехать туда работать, можно поехать туда, ну, прямо завербоваться, куда-то работать, там, в отелях. Это реально, абсолютно, там всегда нужны руки рабочие. Вот. Или просто действительно помогать по хозяйству. А можно очень таким простым вариантом с палаткой, такие тоже варианты есть. И добираются туда как-то люди тоже. С палатками. Тогда можно было поставить палатку, делом можно. Или, вот тоже вы заметите, вот бывает такое, что едут семьи, и с удовольствием, когда с ними едет еще человек, который может отпустить родителей одних куда-то погулять, да, и побыть, просто посидеть с детьми. Это не няня, это просто, как говорится, просто бэйбиситтер это называлось. В общем, есть масса вариантов. Если вы правда туда хотите, я уверена, что вы найдете кучу вариантов, вплоть до того, что можно найти сейчас. Вот сейчас вот даже среди моих подписчиков, мне кажется, можно найти людей, вот вы видели, какой список, там, перемотайте комментарии вначале. Вообще, практически в любом городе мира у нас уже есть свои, как мы говорим, оранжевые люди. То есть всегда можно найти своих и на каких-то своих условиях об этом договориться. Но третья история по поводу здоровья, она такая, что болеть очень дорого, что не надо болеть вообще-то, надо вообще-то быть здоровым. Сейчас я пришла в ужас, я просто не знаю этих ни цен, ничего, я не знаю, куда плевать, несколько лет уже не болею. Сохранить настройки такую реальность. Сохранить настройки такую реальность. Отличный подход. Поэтому я не знаю. Восемьдесят, спрашиваю, сколько маме лет. Мама у нас не кокетка, ей исполнится восемьдесят пять в июне, пока восемьдесят четыре и одиннадцать месяцев. Примерно так. Да. Вот, но, заметьте, вот очень, я, кстати, хотела тоже обратить твое внимание вот на что. Я сейчас поболтала в санаторной среде, слегонца, и думаю, господи, как помнишь, это наш наекращий. Наша бабушка самая бы крутая и молодая бабушка в мире, сейчас скажу почему. Потому что там гораздо более молодые люди целыми днями только обсуждают диагнозы, здоровье, болезни, процедуры. А вот вы вот это пили, а вот это попейте, а вот это вот. Я по секрету тебе скажу, пока они нас не слышат. Я писала, что я в санатории, и мне регулярно кто-то из моих прекрасных читателей, значит, писал. А вы вот такие вот бады вот пробовали уже, а вы вот вот такую процедурку поделаете. А вы знаете, а какой у вас диагноз? Я говорю, вы что, охренели, что ли, диагнозы? У меня спрашивают, это вообще совсем неэтично, мне кажется. Ну, конечно, все говорят, ой, что-то попутал я из заботы, я понимаю. Так вот, почему я, собственно, говорю, удивительное дело. Ты говоришь, что ты не болеешь, и это великолепная история, потому что ты и не думаешь об этом. У тебя нету событийного ряда. Ты не делаешь из этого события, как бы, вот что вот лечение, вот там типа что-то такое. Для тебя ты наоборот, ты живешь, тебе интересно. Дело в том, что о болезнях не думаешь, когда ты живешь, вот как живешь, и все у тебя идет, и ничего тебе не мешает. А когда ты начинаешь чувствовать, что ты слабеешь, что ты устаешь, что вот с утра что-то разбежала, 12 часов уже все, побросала, уже сил нет, куда-то засыпаешь. Погода, вдруг начинаешь выпадать, просто засыпать на ходу. Просто вдруг. Смотришь, завтра гроза и дождь. И за сутки ты начинаешь, я говорю, работаю барометром. Вот, значит, завтра будет это. И ты начинаешь чувствовать, что плохо все, сил нету, этого нет. И в этот момент что-то. Или что-то болит. И тогда? В этот момент начинаешь из знакомых, потому что врачебная среда, она сохраняется. Раньше у меня была, были маминой, значит, сотрудники и друзья, и все. Потом их дети, которые обычно были уже тоже врачами. Это я такой, ну, выпад в инженера такой выпал, я была не готова к этому. И это самое, были дети. И я говорила, когда говорят, нужно к врачу сходить, я говорила, а что я пойду к врачу, он меня не знает. Я ему не стою, он меня не знает, что я к нему пойдет. Я даже не понимала, что пойти в поликлинику к какому-то чужому человеку что-то сказать. Потому что всегда были свои врачи, была больница, где мама работала всю жизнь. Она в Первой Градской работа. Это огромная больница, в которой были все отделения. Что бы ни случилось, что бы. Мама меня еще сама оперировала. Мне было 12 лет, она мне опередицит. Расскажи эту историю, кстати. Оперировала мне эту историю. Сначала расскажи ее. Я училась в школе, 12 лет мне было. И заболел у меня живот в школе во время. А в это время то ли какие-то праздники. Что-то такое, после уроков кто-то приезжал, там нужно было что-то слушать, что-то такое было. И меня с уроков не отпустили. Ну, считали всегда, учителя считали, что дети придуриваются. Просто потому, что хотят сбежать вот с этого мероприятия. А у меня болел живот. Все время болел, весь день болел. И дальше, что хуже было, все и болел. А мама должна была дежурить в этот день. Вообще должна была домой не приходить. А дома был отец. Значит, я досидела до конца. Меня не отпустили с этого вот мероприятия. Я уже не помню, что там было. Потому что я уже на полу сидела. Кто-то приезжал с горкома. Да, кто-то что-то приезжал. И потом подруга меня провожала. Я уже в крючной совершенно. До дома меня довели. У нас, мы жили в коммунальной квартире. У нас была одна комната. И у нас был телефон там в коридоре. Так сказать. Общий на квартире. Я пришла домой. Приползла. Отец сидит. Отец не знает, что делать. Даже куда звонить там. Позвонил на работу. Маме она на операцию. Он сказал, что вот, дескать, это. Она должна была остаться. Потом меня начало рвать. Он позвонил опять же в больницу. И сказал, что вот такое дело. А мать все недоступно. Потом... А мать хирург делает операцию. Она где-то там, да. И в результате в 10 вечера я уже лежу совсем плохо. Мама приезжает, друг. Смотрит, значит, пощупала там меня. Звонит на работу. Срочно давайте присылайте машину. Сейчас ее повезем. И приезжают они и забирают меня. Привозит она меня в 11 часов вечера в отделение. Там дежурные. Дежурные врачи остались. Она уже ушла с работы. Дежурные. Дежурит молодой какой-то практикант. Да-да. Который потом... Кстати, у врача у меня остался. А ушел он в эти... В сатирики. В журнале крокодил работали. Они потом с бабушкой очень дружили. Да. Он, значит, молодой такой выпускник там чего-то. Вторая женщина, которой мать говорила, Майя, что... Ну, Господи, она спит на ходу. А бабушке был циклентрент, то есть похоже на мой. Она, да, такая была. И она говорит... Все. Она идет. Вот я иду умываться, значит, вот будем... Готовим операционную. Готовим операционную. Значит, будем сейчас оперировать. Под местным наркозом. Под местным наркозом, значит, их трое, они втроем там в этой операции. Этот молодой парень, он в головах там стоит, все время меня развлекает. Что-то такое говорит. Я с ним разговариваю. Там что-то две они делают чего-то. Но иногда больно, иногда не очень больно. Но во всяком случае все было терпимо. Накололит там меня чем-нибудь надо. А мама потом говорит, что когда она всю эту собрала информацию, сколько времени болит, и что уже тошнить начало, она уже поняла, что это не просто так, как она потом сказала. То есть это был аппендицит, который начал нарывать. Это называется флегмонозно-язвенный как-то. То есть он должен был прорваться и быть перитонит. И буквально она за несколько, там, может быть, часов, минут, я думаю, она схватила вот меня в таком состоянии. И вот тут очень интересный комментарий. Запрещено же, запрещено же родственников оперировать. И вот это очень интересная часть истории, которую еще сама бабушка рассказывала. Она сказала, что я лучший хирург в этой больнице. Она говорила, я лучший хирург в этой больнице. Вы что хотите сказать? Что я кому-то могу доверить свою дочь? Вы с ума сошли. Она просто сказала, что я никому не доверю. И после этого у нее была слава, что она такой смелый вообще хирург, который смог оперировать своего ребенка. Понимая, что это очень опасная ситуация, уже тогда была. И после этого вся больница Первая Градская приводила своих детей исключительно к Доре Матвеевне, при том, что она не была детским хирургом, она была взрослым хирургом. Но, она говорит, что если она же свою дочь могла, то есть какие у нее нервы, какой у нее профессионализм, что она могла взять на себя такую ответственность. Нет, она тогда сказала, а кому я могла? Вот этой, которая спит на ходу, или этого парня, который только что из-за суда пришел. А ждать был нельзя. Она это поняла. Она на тот момент почти сутки отдежурила, уже сделала там сколько-то операций. Ну, не почти, а больше полтора суток. То есть, чтобы вы понимали тоже, да? И вот в этом смысле, понимаете, вот эта вот история, что я, собственно, к чему это опять продолжаю? Я все время веду какую-то линию. Вот, я веду какую-то линию. В данном случае мы вдруг тоже, чтобы вы понимали, какое это поколение, да? Которое росло в тех школах, что им не верили. Их из-за людей не считали. Мало ли чего, у тебя живот болит. У нас он из Райкова приезжает, сидит тут. Куда бежать собиралась? Понимаете, да? Ну, это просто, чтобы стало понятно, откуда они такие. Ну, да, была такая дисциплина. Да, да, да. А врач у нас был в школе, какой-то врач был, но... Ну, да. Ну, они... Он же не будет там шлюпать тебе живот. Нет, конечно. А они придуриваются. И главное, что перевестись в другую школу тоже было нельзя, чтобы вы понимали. Они все были одинаковые. Это сейчас, это я могла так сделать. Это я могла приехать, прийти в какой-то момент, когда что-то подобное. Ну, как подобное? Ну, в смысле, не дай бог что-то подобное, чтобы со мной произошло. Ну, что-то там произошло с моим ребенком. Я пришла в школу и сказала, что мы уходим в другую школу прямо завтра. И все. Это вот я счастлива, что мы живем в такое время, что я могла как мама так сделать. И перевести ребенка в ту школу, где он улыбался, шел, гладил стены и говорил, «Школа, какая ты прекрасная, как я давно тебя ждал». Я всегда рыдала просто, когда его отводила в тот момент. Да, это было вообще. Тогда так сделать было нельзя, понимаете? Нельзя. Поэтому вот это очень важная история. И я возвращаюсь глобально все равно к теме отношения к здоровью и отношения к заботе о себе. Вот для тебя в чем разница между эгоизмом и заботой о себе? Вот скажи мне. Потому что часто у нас тут вот мне пишут, что, ну, вот это вот говорят, вот что-то там о себе заботишься, это эгоизм. Вот тоже мне там пошла она куда-то там, не знаю, заниматься каким-то плаванием, а дома, не знаю, не жареная картошка. А ты, я помню, ты, между прочим, такая мамаша тоже, чтобы было понятно, брала какую-то гигантскую сумку с оборудованием и уходила заниматься подводным плаванием в бассейн. Ну, это уж когда было. Ну, было. Это было уже все взрослые. Ну, и что, а что тебе, как тебе совесть-то позволяла такое? Не, ну, не. Между прочим, я ничего не оставляла. Я когда уходила со своей сумкой, подводным плаванием у нас было, я вообще в школе занималась плаванием, от меня спасло в свое время, потому что меня из эвакуации привезли там в 4 года с туберкулезом, и до 12 лет я была длинная, я очень была худая, длинная, я торчала над классом. И вот с этим вот, с туберкулезными этими последствиями я до 12 лет была то самое. И потом уже в 7 классе, в 7 классе у нас приходили, все брали, они искали, отбирали, потому что этих спортивных организаций было мало. И спортивных мест было мало. И нужны были какие-то вот борцы, гимнасты, такие крепкие ребятки, все это. А я была такая сопля длинная, вот такая. И однажды пришла какая-то женщина, она других искала. Но она работала сама, вот где бассейн там был, недалеко от нас, это Тюфелевская баня называлась, там бассейн был. И она увидела меня, и увидела еще одну высокую. А вообще-то молодежь была, дети были такие низкорослые были, дети войны так называемые, они такие были. А мы вот торчали с ней вдвоем, но она крепкая была, девочка такая. И она сказала, вот вы приходите тогда-то туда-то в бассейн, спросите там меня, я вас посмотрю. И мы пошли с ней. Я плавать практически не умела, но потому что перспектива была, высокая девочка, руки длинные, ноги длинные. И можно что-то из нее сделать. И стала ей заниматься. Заметно, такой был тогда подход. Ну да. Можно что-то сделать. Никаких бассейнов там. Был второй бассейн в Тюфелевской, какой был Тюфелевской, нет, на Мироновской там был новый бассейн, потом второй, в котором плавали эти, которые, фигурное плавание, которые нырели. Синхронный, да. Да, синхронный тогда. Оно тогда начиналось, и тогда нас тоже звали, но далеко было ездить. Вот. И что, и я, конечно, никаких успехов особых-то не достигла, но я начала в 14, и в 16 лет, они переводили, это динамовская была секта, детская, а в 16 они уже переводили во взрослые, те, у кого был первый разряд. А у меня еле-еле. У тебя были зато плечи. Еле-еле был второй. У меня. То есть я уже все исчерпала, я ничего не могла больше. Значит, меня отчислили. Но я уже накачала, у меня дыхалка была, я в институт поступала, была 57 килограмм веса, и когда я дунула в эту трубку, они решили, что испортился аппарат. Потому что... Такая девочка вновь не могла. Две тысячи там вся... Кто, кто? Две тысячи, там, две с половиной, а я три с половиной даю. Они решили, что аппарат испортился. А это пловцы, да. Пловцы, они нагоняют такой... А я тут про другое. Я в смысле, что ты, опять же, не была вот таким вот человеком, который просто вот только работа, дом, дом, работа, потому что я помню, это же смешная история, цитируя отца нашего любимого, который говорил... Ты же говоришь, что он кому-то говорил по телефону. Ага. Ну, значит, отец, конечно, он был такой... Она называет своего мужа отец, чтобы вы понимали. Отец – это мой папа. Это ее отец. Значит, он, Миршович, мы с ним поженились, мы уже были взрослые люди. Уже нам по 30 лет было. У каждого была за спиной какая-то своя жизнь. И он... Я что-то начала, вот ты мне не помогаешь, на кухне не помогаешь. Это он меня спрашивает. И это самое... А он был вот в работе, в науке, он был какой-то такой, как сказать... Ну, зубу пёртый, как ты его называла. Да, у пёртый. Вот это его интересовало. Он его там не интересовал. И он очень хорошо сказал в самом начале. Он сказал, давай договоримся. Значит, вот я, значит, работаю. Причём, он защитился сразу там. Я ему во всём помогала. Он сразу зарабатывал. Стал зарабатывать. И всё. Но это всё надо было поддерживать. И он говорит, я не буду заниматься. Думаю, вот это помогать тебе. Всё, давай договоримся. Значит, вот я работаю, сколько надо мне. И не прихожу к шести часам. Это не хочу слышать. Когда пришёл, когда не пришёл, я работаю. Сколько мне надо, столько я работаю. А ты занимаешься думом. Это твоё. Вот я должен протянуть руку в шкаф и взять чистую рубашку. Я не должен над этим думать. Если надо что-то купить, суббота. Вот суббота, это твоё. Всё, пиши мне список. Я всё куплю, всё привезу, всё, что надо. Помочь, что тебе надо помогать по дому. Ну что? Скажи. И всё. И вот суббота твоя. Я буду с утра. То, о чём я вам говорила. С утра до вечера. Договорённости наши, всё. Так. Да. Он... Я пришла до работы. У меня были подруги там, у которых был такой стаж уже. Я говорю, слушайте, что это такое за хамство вообще? Что тут мне такие вещи говорят? А такая уже женщина, она говорит, слушай, это самое прекрасное, самое замечательное, что может быть. Мужик на кухне, это, это говорит, катастрофа. Это катастрофа. Мне нечего ему там делать. Если он... Всё, что ты готовишь, всё, что ты ешь, ему нравится, и он ест всё, как она говорила. Носить на руках и ставить памятник. Носить на руках и ставить памятник. Она спрашивала всегда, сколько зарабатывает. Деньги отдаёт? Да. Даёт. Без посторонней помощи может? Она спрашивала, я говорю, может. Носить на руках и ставить памятник. Она говорила. Значит, и она очень чётко мне объяснила, что ты войдёшь в свой ритм. Ты всё, ничего такого нету. Нету десяти детей. Нету ничего такого. Как важно. Всё можно. Всё можно успеть. Как важно, чтобы на вашем пути встретился человек, который бы объяснил вам, что то, что с вами происходит, это можно, что это нормально и даже очень хорошо. Да. Если у вас возникают какие-то сомнения на тему того, что у нас-то вроде да, ну-ка, так же не должно быть, должно же быть как-то ещё концепция. Это в другом, понимаете? То есть, это очень круто на тему договорённости, что можно послать. Но я помню, почему мы начали эту историю. Я бы тебя доведу. На чё ты хочешь? Ну как это? Когда отец по телефону кому-то пошла заниматься подводным плаванием. Потом у него начались какие-то уже дела. Ну я тоже уже потом как разогнались и всё было хорошо и всё успевали, кормили, поили, ради Бога, всё было готово. И я могла даже куда-то такое сходить. Раньше я его всё таскала по театрам, туда-сюда, там в концерт. Потом ему это надоело, он сказал, мне это неинтересно, давай сама. Ну у меня было всегда с кем пойти. Потом у нас... В вашем смысле? У нас друзья не собирался, мы извиняем, он меня устроил во всех отношениях. И, ну, вот именно такое времяпровождение свободное у меня было мало-другое. Поэтому, а потом, значит, у нас какой-то начальник другой появился, и что-то стала я говорить, часто упоминать, он, значит, начал что-то такое ревновать. Ну, потом я их познакомила, у нас они дружили потом до конца. И я, а я вот... Увлеклась в подводное плавание. Это подводное плавание. Значит, какое-то это было в 80-е какие-то годы, и вдруг какой-то появилась возможность поехать куда-то. у нас были ребята, которые... Ныряли с аквалангами. Ныряли с аквалангами, которые уже плавали, а я об этом только мечтала. И... Мать была влюблена в Жака Ива Кусто, просто вообще рассказала. Ну, это моё было. Я вообще... Мне ничего не надо было. Ни горы, ни Париж, ни Лондон, ничего. Мне нужно было море. Больше ничего не надо было. И, значит, а он как раз плохо плавал, и я из-за того, что он не мог это всё, я и с ребёнком по песчаным пляжам там ездила с ними, и страдала очень от этого. Ну, а тут вдруг вот что-то такое. Все уже выросли, всё уже это, я могу уже сама. И они стали... Организовали, чтобы вот этот... Ну, там же просто... Не просто так себя надел аквалангой пошёл, потому что надо учиться. Учиться, конечно. Уметь это. И вот у нас был открытый бассейн, я тогда помню, он был на октябре... На парке культуры, так было, как называлось. Да-да-да. Чайка. Чайка. Чайка она называлась. В Москве-то ещё не было, по-моему. Ну, вот. И в этой чайке, значит, мы там упражнялись по воскресеньям. По воскресеньям. И я, значит, тащила эти свои ласты, маски, там вот это всё. И ездила, сказал, всё, я буду ездить. А ну, а он там... Да. Лежал на диване с газеты с собакой на груди. Он это обожал вообще. У нас были пуделя, они... Всё, я всё оставляла. Не то, что я бросала там еда ему была, оставили, всё, дом был в порядке. Я собиралась и ехала. Телевизор работал. И вот я, значит, вхожу в дом, ну, возвращаюсь уже, открываю ключом в дом и слышу, как он говорит по телефону кому-то. Ну, видно, там кто-то, я не знаю, кто звонил плавать. Он говорит, а жена говорит, говорит, что поехала в бассейн там плавать. но тащит такой тяжёлый, говорит, рюкзак при этом, ну, наверное, очень надо. Наверное, так и есть. Наверное, очень надо. Он не говорит, так и есть. Он сказал, наверное, ей очень надо. То есть он ни на секунду не верил, что я поеду плавать. А, да? Ну, конечно, он не верил. Конечно, он не верил. Он, значит, может, и говорил, может, и так делал, вид, я не знаю. Но он говорил именно так, что вот говорит, что едет плавать. Но такой жах тащит, наверное, очень ей надо. Это, собственно, я всё к чему, видишь, себя спрашиваю. Видишь, что времена такие были, что в любых условиях можно, если хотеть, это правда, заниматься собой. Но я выросла в таком, тоже, ну, не знаю, в таком, как сказать, в чём, Господи, даже потеряла тоже. В доме. В доме. Ну, в такой культуре, в таком доме, что у нас, ну, не было такой культуры, там, чтобы мы всей семьёй, я завидовала, там, соседям по даче, там, была такая спортивная семья, папа, там, на велосипедах брал, там, ехал с ними куда-то, мама, там, с ними играла своими днями, там, в теннис, в настольный, ещё что-то. У меня такого не было. И я не люблю спорт вообще, то есть, ну, я любила фехтование, очень, когда я в школе училась, чтобы вот этот весь процесс, то есть, готова была даже терпеть то, что сейчас называется кардио, вот этот всякий бег, вот это всё. Ничего этого я не любила, не умела, и для меня, например, сейчас, вот то, что я сейчас тоже была в санатории, и включилась вот такую вот работу над телом, это для меня прям, ну, отдельная работа, потому, даже не по преодолению, не по силе воли, а потому, как себя в этом заинтересовать. И мне стало интересно. когда уже так работаешь, когда начинаешь шрамать, а во-вторых, мне просто, ну, стало интересно, стало интересно. Я приехала, вот сегодня опять пошла уже в Москве, нашла всё. Но, товарищи, вот, может вам, у вас есть какие-то вопросы, давайте мы ещё там, по-моему, у нас есть ещё минут 10, пока нас, как говорится, из эфира не выкинуло, мы можем на ваши вопросы поотвечать, потому что, видите, как тоже по вам иногда скучает, вот, и с удовольствием с вами разговаривает. Тут много очень было комплиментов, какие вы классные, какая тёплая атмосфера, какая смелая мама, что разговаривает так открыто с незнакомыми людьми. Ты же такая не была. Да я не была, потому что, во-первых, об этом, о себе никогда мы не говорили, ничего не открывали. Но не было. Вот это такой культуры общения, откуда она была-то? Её же не было. И мы не привыкли к этому. Откуда? Как обращаться? Кого ты знаешь, кого ты знаешь. Вопрос. Такого не было. Точно, два вопроса, два в одном. Первый, а как вы проводили совместные отпуска? Вот как вы проводили? Вот так. Она же рассказала очень подробно, посмотрите начало. Сколько там у нас совместных отпусков было? Ну, с отцом, чтобы мы с ним вдвоём, вдвоём просто, вдвоём. Я даже не помню. Потом уже вы ездили, когда я уже выросла, вы уже вдвоём ездили много. Ну, как вы же ездили, на Крит вы ездили. Это уже потом уже, когда уже были совсем взрослые. Это уже совсем другое. Это уже 2009... Стали другие возможности, стали другие условия. Он уже, он, ему там на работе, он уже там был замдиректор института, ему предлагали там на Крит вот две недели в какой-то отель, и он, значит, приходил и говорил, вот мы с тобой поедем. Причём он совершенно не собирался меня спрашивать, хочу я, не хочу, куда я хочу, что я хочу. Вот мы поедем. И мы с ним ехали, я полностью... Но ты при этом имела возможность поехать туда, куда ты хотела сама. Ты ездила тогда на Мёртвое море, по-моему, поехала первый раз там. Это уже после. Нет, нет, нет. Нет, Египет ещё приём. И тогда поехала приём. Одна ты ездила, когда ты ездила в Израиль, тогда к Тёте Жень первый раз. И были моменты, что по отдельности они тоже отдыхали. Нет, по отдельности мы... Это всё уже намного позже. Уже нам 60 лет было. Чё там говорить. А так я всё время за ним. Потому что он уже был нездоровый человек. Вот в то же самое Карловы Вары. Это уже он там своё здоровье подлечивал. А мне-то... Мне хватало. А есть ли у мамы подруги, спрашиваю? Есть. Ещё есть. Ещё есть. Точка. Очень-очень мало. Да. Уже осталось мало. Спрашиваю. То есть раньше всё-таки было больше общественное, нежели личное? Если что-то хочется для себя, то считалось ли это эгоизмом? Ну... Когда надо вот... Ну вот, это же... Это же не шутка и не анекдот. Вот песня вот эта, раньше думай о родине, а потом о себе. Это было забито в голову. И, конечно, там... Когда клич какой-то кидали, мы же везде ездили. Но я не знаю, с чем это сейчас можно сравнить. Ведь после войны страна восстанавливалась. И после войны нужно было очень много чего. Вот прокладывалась электрическая линия, вот эта ЛЭП, линия электропередач, 500 на 500, чего-то там, тысяч вольт, не знаю чего. Из Сибири сюда вот построили эти... По 10, по 11 лет строили эти огромные гидростанции, и нужно было передавать сюда электричество. И вот протащить надо было через всю страну, через болото, через тайгу, через всё. Надо было быстро протащить это электричество сюда, в Европу. Потому что всё нарастало. Потребление электричества нужно было больше. Нужно было всё развивать. А как? А как? Вот такими темпами, как сейчас, ничего нельзя было сделать. Поэтому, да, призыв. Призыв уже, как говорится, никаких лагерей не было. Никакие там уже, это самое... Как? Уже репрессии закончились. Уже репрессии официально закончились. Поэтому там... Но был призыв к мосомольске. И люди ехали добровольно. Добровольно. И жили в палатках. И чувствовали себя очень, кстати, хорошо. Все по-разному чувствовали. Но вдохновлённые были, да. Кто-то за деньгами ехал. То есть всё равно были замотивированные. Да, обязательно. Наш класс всем классом на целину. Вот моё время было целина. Вот целина, значит... Вот бам, вот этот бам. Бам это было и дольше, и позже. И до сих пор, по-моему, ещё там есть какие-то призывы туда, потому что он не достроен до конца. И вот люди едут, чтобы быстро, быстро надо построить, значит, это, прорубить эту просеку, вот такую 6 тысяч километров, быстренько, по болотам, по всему, быстренько там поставить эти вышки, быстренько построить мосты, всё, надо было быстро-быстро. И страна в таком темпе вся жила. Кто-то был против, кто-то был за... Но высказок против этого никто не мог. Никто не мог сказать. Даже в голову не приходилось сказать, что это такое, зачем это. Сначала надо... А можно сказать, я не поеду, не хочу? Нет, никто не заставлял. То есть можно было так. Можно было, конечно. И, между прочим, на эту тему вот что. Мне хочется ещё, знаешь, вспомнить одну важную вещь, тоже по поводу эгоизма, вот Родина, о себе и всё такое. Всё равно, я настаиваю на том, что у человека всё равно всегда есть свобода выбора, и у тебя есть пример. Вот тут про подруг спрашивали. Я очень хорошо помню, как ты рассказывала про тётю Эму. Как ты рассказывала про неё. Когда ещё вам было там, ну, лет по 40, по 50 вам, по 45. Ну, тогда вот ты говорила, вот удивительно, мы работаем там, типа, вот что-то, проекты. А вот есть прекрасная моя подруга Эма, которая не стремится ни к диссертациям, ни к высшим образованиям особо-то. Она живёт прекрасную жизнь, она успевает ходить на концерты, куда-то там идёт. Ты понимаешь, что это не то, что у неё никакой подпорки не было. Она просто не хотела, ей не надо было это высшее образование. Но она много работала. Спроси, где только она не работала. Она на таком заводе работала, она на таком работала. Она, у нас она машинистка была, она печатала там это... Попробуй попечатать на той машинке. Да-да-да-да. Нет, я не говорю к тому, нет, смотри. Я не к тому, что она была бездельница. Она просто была, выбирала другой путь. Вот такой, а она вот такой какой-то, при котором для неё было... Пучей было много, конечно. Для неё было важно, чтобы у неё была возможность вот этого самого. Она до сих пор ходит на выставки. Она такой человек. Она... Но у неё была тоже не просто так себе вся. Она была очень хорошенькая. Она была очень хорошенькая. Да, и мужики вокруг неё велись там это самое. Она рано вышла замуж, родила сына. И потом она четыре раза выходила замуж, и как бы её брали с прицепом. Она вот такой был человек. Она занималась там эти самые... Сыном. Сына у неё, она его воспитывала так тоже. И с одной стороны с собой брала, а с другой стороны он у неё и... Тоже не шёл к какому-то высшему образованию, а и работал и на какой-то... И сейчас. И на грузовиком там работал, потом рос. Потом он подоспел к такому времени, когда стали эти биржи появляться. Он уже взрослый был. И он там пошёл по этой... По-моему, до сих пор он там и находится. И очень хорошо преуспел хорошо зарабатывать. И у неё большой авторитет в семье уже там. У неё уже правнуки. То есть она моложе меня, у неё уже правнуки там. И все очень дружная семья, все друг к другу прекрасно относятся. И всё это задала она. Да. Так что вот вам тоже как бы везде есть вот это вот... И она приносила всегда. Самые первые книжки. Вот тогда... Сам из дата начинается. Это всё при нас начиналось. Всё это приносила первая она. Ну, кстати... Первая читала. Первая его мастера Маргарита. Всё-всё-всё она приносила первая. Она вот... А работала так? Работала машинесткой. Голову не парила. А у нас там проект такой, проект такой. Там получается, не получается. Ответственность. Так, значит, ещё спрашиваю тебя. Любимый мамин фильм? У тебя есть любимый фильм? Вы знаете, вот я на этот вопрос... Меня вот его задавали. И я хочу сказать, что этот вопрос нельзя задавать. Не может быть у человека за всю жизнь одной любимой вещи. Потому что в 30 лет вам нравится одно, в 40 другое, в 53... А сейчас? Послушай. И я не могу сказать про фильм. Но так же, как про книги. Нет вот такой любимой книги, которая прямо у тебя лежит под подушкой, и ты из неё там что-то черпаешь. Но от каждой вещи что-то остаётся. Остаётся фраза какая-то. Остаётся какое-то высказывание. Остаётся какая-то ситуация, которая тебя вот захватила, и ты что-то передумал из-за этого. Понимаете? И вот это остаётся. Вот эти вкрапления из многих фильмов. Но вот возьмём то же самое «Мастер и Маргарита». Вот что оттуда я запомнила. Там сидит этот самый Понти Пилат, который послал на смерть вот этого человека. Он не хотел этого. Он хотел его спасти. И всё. Он ничего не смог сделать. Он поступил с этим. И сидит. И у него вот фраза такая написана у писателя. У него было ощущение, что он что-то не доделал. А потом он, значит, там говорит, что вот это Афране там убить, чтобы Иуду убили. И всё. Он так всё иносказательно, и всё это делается. И вот у него фраза такая в книге. У него было такое чувство, что он чего-то не доделал. И теперь хочет какими-то пустыми, бесполезными действиями себя оправдать. Понимаете? Вот такая одна фраза, которая... Я думаю, что большинство вообще эту фразу пропустил мимо. Конечно. У каждого в том, что он когда-то читал. Что-то читал. У него что-то. Всегда что-то из него останется, что его тронуло, что его поменялось, что его заставило о чём-то подумать. Это может быть просто вот одна фраза. Всё. И поэтому собирать это всё вот так просто в такой вот беседе невозможно. Но если вы для себя подумаете, что у вас, что осталось, как говорится, что остаётся о сказке потом, после того, как её рассказали, что остаётся от этого, и вы найдёте это. И так же в фильмах. Фильм вы забудете как он, но вы запомните этот момент этого артиста в этой ситуации, который на вас произвёл, и вы это запомнили. Вот так. Вот так. Потому что спрашивать, какой ваш любимый фильм. Какой ваш любимый фильм. Мне 85 лет. Какой один у меня может быть любимый фильм. И отсюда сразу, вы понимаете, что все вопросы связаны с любимой книгой. Там было такое. Да. Вопросы с тем, какой у вас, значит, есть ли у вас девиз, какие ценности, что самое важное. Вот всё-всё-всё. Это мы, вы понимаете, да, как это значит, свайп-то проехали. Эти вопросы маме мы не задаём, они её бесят. А так, что, собственно, сижу, пью чай, вас слушаю. И так душевно пишут нам. Спасибо вам. Провели с вами замечательный вечер. Здоровья вам, милые дамы. Не хочется, чтобы заканчивался эфир, а придётся. У прекрасной женщины прекрасное поколение. Невероятно приятно вас видеть и слышать. Счастья вам, прекрасной женщины. Так классно вас послушать. Жизнь, опыт женщин старших и мудрость жизни. Видишь, как... Вот. Мои родители приехали на Север работать в 78-м году. Я им так благодарна за это моё детство. Оно было прекрасным на Севере. И вопрос последний. И на этом мы будем эфир уже заканчивать. Уже много времени. И он может в любой момент оборваться. Это рискованно. Женщина задаёт атмосферу в семье. Как вы считаете? Я думаю, женщина задаёт. В семье женщина задаёт. Вот так. Всё задаёт женщина. Поэтому, дорогие женщины, прямо сейчас атмосферу, которую вы получили на этом прекрасном вечере, на нашем таком чаепитии с санатория, берите эту атмосферу, значит, куда-то её там в баночку и несите куда? Солнечные консервы. Солнечные консервы. И несите домой свои... Вернее, есть такое стихотворение. Да, я его много раз цитирую. У нас на этом даже был целый марафон про лет. Я тебе потом расскажу про солнечные консервы. Там было стихотворение даже. В общем, консервируйте себе каким-то образом эту атмосферу, раз вам было с нами хорошо. Может быть, пойдите к своим родителям, поболтайте с ними не о ценностях, о том, что в мире происходит, а о том, как они вообще проводили совместный отпуск, как сложно им было найти квартиру на берегу Азовского моря в 1974 году. Поговорите, это же очень интересно. Понимаете, мне кажется, что вот именно такие моменты... Тут и дачи строят тоже всё это. Да-да-да-да. Вот именно такие моменты, разговоры вот об этом, они делают нас ближе и создают вот эту атмосферу, распаковывают, наоборот, вот это законсервированное лето, которое можно создать у себя дома для своих близких. Или наоборот, соберите детей, расскажите им про то, какими вы были молодыми, как виной за дуванчиком. Нет, неправда, ты никогда не была девочкой, этого не может быть. Расскажите, покажите свои фотографии своей молодости, расскажите, чем, какими вы были в их возрасте. Я вот недавно детям показывала себя, когда мне было 20 лет, ну что-то между двоими моими, да? И они говорят, боже, как интересно. Вот, вот если бы вы встретились со мной 20-летней... У нас были альбомы с фотографиями. Сейчас я не знаю, что у вас. Есть тоже альбомы, есть и фото вот такие, ну, цифровые. В общем, предлагаем вам вот такую вот идею для атмосферы. Сегодня суббота, ещё вечер впереди и завтрашний день. В общем, как говорится, мы вас любим. Спасибо вам большое. Сейчас вот так и должно получиться у нас эта идея, да? Да, мы вас любим, прекрасного вам настроения, хорошего вечера, спасибо вам за ваши слова. Я пытаюсь сейчас ещё тут эффекты, я, вот, видишь, я люблю такую дурнину. В общем, играю. Спасибо вам большое, что были с нами. Я постараюсь, конечно же, этот эфир сохранить, так всегда. Всё, хорошего вам вечера, спасибо маме тебе. Спасибо.